для меня все кто взял в руки оружие преступники это люди которые совершили ошибку но это не значит что они преступники оказывается повестку можно было просто не брать призывать других героизму особенно сидя в безопасности это на мой взгляд свинство это единственно возможная человеческая позиция мы с тобой срать рядом не сядем если ты значит взял повестку и пошел военкомат строить прекрасную россию будущего с теми кто отправлял прицелы для убийства мирных жителей я не готов но и строить его с антоном я честно говоря вот после сегодняшнего эфира кажется не буду готов привет это холод второй сезон шоу ненавижу тебя меня зовут максим заговора 29 февраля проект идите лесом который помогает россиянам избежать войны объявил днем дезертира и это спровоцировало интересную дискуссию о том кем на самом деле является значительная часть тех россиян которые сейчас находятся на фронте речь не о контрактниках не о кадровых военных а о мобилизованных кто это такие это агрессоры преступники или тоже жертвы войны будем сегодня об этом говорить спорить с основателем проекта идите лесом григорием свердлиным и журналистом антоном рубиным прямо сейчас соцсетях холодом и запускаем голосование пожалуйста заходите и высказывайте свое мнение тем более что там можно не только проголосовать но и комментарии тоже открыты пишите что вы думаете о теме нашего сегодняшнего спора у нас как обычно впереди три раунда первый такой вводный во втором антон и гриша будут задавать друг другу вопросы в третьем дискуссии приключусь я и начать бы я хотел именно с антона давайте отобьемся первый раунд антон мы помним ваш диалог с активисткой женой мобилизованного мария андреевой вот это нам приказали мы пошли у нас же лапки нам приказали мы пошли у нас желатки мы же обычные люди а еще он честный поэтому он пошел по повестке они спрятался а еще что мужики скажут вот если вы хотели знать почему готовы россияне убивать украинцев давайте чтобы не говорить за вас не трактовать ваши слова объясните как именно вы относитесь к мобилизованным к помощи мобилизованным и к протесту жен мобилизованных для меня все кто взял в руки оружие и пошел убивать жителей соседней страны это преступники я тут немного расхожусь в понимании военного преступления женевской конвенции да и к ней предпочитаю не обращаться мы говорим о бытовом сейчас понимание бытовом скорее отношении к этим людям так вот для меня нет разницы это доброволец который решил заработать денег контрактник который до этого служил и продолжил служить или мобилизованный которому пришла повестка и он сказал есть товарищ майор взял в руки автомат и пошел на передовую каждый из них для меня это человек человек совершенно летний дееспособный а значит несущая ответственность за свои поступки убивать других людей это поступок сложный я не представляю смог бы я это сделать разве что защищая себя они точно не защищают ни себя не свою семью не свою родину находясь на территории украины и они это делают они идут по повестке военкомат проходит медкомиссию надевают на себя бронежилет форму и берцы заряжают автомат и стреляют из него говорит что они жертву при этом простите они агрессоры и кажется повестка не является оправданием то же самое касается их родственников которые поддерживали их в этом решении собирали им гуманитарную помощь ходили с ними на рынок чтобы купить бронежилет получше собирали деньги с родственников и в соцсетях для того чтобы собрать мужа на войну а теперь хотят чтобы он вернулся в отпуск на реабилитацию или совершила ротацию но не против того чтобы война продолжалась вместо него шел туда кто-то другой поэтому они такие же преступники для меня как их мужья я не понимаю какие есть аргументы у противоположной стороны и с удовольствием выслушаю своего оппонента спасибо антон григорий оппонент это вы вам слово ну для меня то что говорит антон совершенно чудовищно он говорит про отдельных людей но по-моему никаких отдельных людей антон ты не видишь и вот это все обобщение что они все преступники там есть преступники там есть жертвы там есть люди которые ничего не понимают про эту войну им по 18 19 лет такие есть кстати среди контрактников я сразу сделаю свою позицию более уязвимый но мы полтора года помогаем в том числе таким людям 90 процентов из тех кому мы помогли дезертировать из армии даже оружие не успели в руки взять это все красивые слова что отдел берцы взял в руки оружие пошел убивать куча этих людей занимались какой-нибудь инженерной работой в ростове-на-дону или сидели где-нибудь значит в учебке на территории центральной россии да я согласен эти люди в любом случае несут ответственность они в любом случае совершеннолетние но при этом надо понимать что эти люди с очень очень разным жизненным опытом окружением а вот только что мы помогли дезертировать парню который из семьи военных ему 20 лет он пошел искренне защищать родину огляделся и к его чести быстро разобрался и теперь ненавидит родное правительство сильнее по моему чем я его ненавижу дезертировал из армии помогает теперь еще другим как может вот говорить про то что этот человек преступник с моей точки зрения совершенно чудовищно говорить про то что люди должны выступать с антивоенными протестами и должны дезертировать рискуя 15 годами заключения в тюрьме по сути это призывать других героизму призывать других героизму особенно сидя в безопасности это на мой взгляд свинство героизму можно призывать только личным примером вот как-то так я не кого не призывал протестом и тут я с гришей согласен призываешь покажи примером вот я показал примером я не пошел в армию я не стал мобилизованным и это можно сделать по-разному можно сделать так как я можно уехал мне скажут уехать могут не все да у нас есть куча примеров как люди не уезжая избежали призыва оказывается повестку можно было просто не брать оказывается по ней можно было просто не идти заплатить пятьсот тысячу или три тысячи рублей штрафа и все и это отказывается можно а можно было уйти в леса как сделал один известный айтишник а который называет себя лесником адамом и жить в лесу для того чтобы не стать мобилизованным не уезжая из страны и таких вариантов еще куча можно было обратиться в в проект идите лесом который бы помог уехать еще до того как тебя мобилизовали или сразу после ну короче варианты есть кроме того чтобы идти на баррикады есть другие варианты иногда есть а иногда их нет вот например к нам обращались мужики которым в октябре 22 года полиция приехала в житие забрала оттуда 30 человек насильно натурально и уже к вечеру большая часть из этих людей были в учебной части вот они что должны были делать они кому должны были заплатить штраф 500 рублей чтобы их отпустили ну то есть это все звучит знаешь как такой от совершенно оторванный от жизни идеализм я поскольку полтора года помогаю таким людям я вижу что да полно дураков которые по своей воле зачем-то пошли да у нас люди вообще-то привыкли как в большинстве стран они привыкли выполнять то что им говорит государство они не привыкли идти наперекор распоряжением этого государства к сожалению но что есть то есть здорово что большая часть этих людей одумалась и уже будучи в армии связалась с нами но что еще раз повторю должны были делать вот эти мужики которых которых насильно мобилизовали а ты наверное скажешь что они должны были все равно встать и значит в асфальт ногами в роз и никуда не иду но вот это и есть собственно призыв героизму но ты приводишь в пример исключения и пытаешься подтвердить им правила но нет же это же исключение правда гриш ну нет это не исключение такие потому что таких случаев полно например сейчас полно случаев когда срочников заставляют то есть 18 летних 19 летних как бы детей на самом деле как мы понимаем их заставляют подписывать контракт в первые же дни службы потому что в апреле как мы помним наша чудесная дума приняла закон об электронных повестках и там среди прочего там внесли изменения разом в шесть федеральных законов среди прочего там прописали что срочники теперь с первого же дня службы могут подписывать контракт поскольку контрактников не хватает срочников стараются не направлять все-таки в зону боевых действий то активно минобороны этим пользуется потому что офицеры этих детей заставляют подписывать контракты и дальше отправляют уже поближе к передовой или на саму передовую тоже тебе ты скажешь что это исключительные случаи но сколько из трехсот тысяч или из пятисот тысяч мобилизованных случаев когда в наручниках доставили на передовую или заставили срочника подписать контракт сколько их таких в процентах ну примерно ну и один процент и процент нет нет их точно больше ну там я не знаю 20 25 их довольно много это не единичные случаи при этом еще раз повторю огромное число людей не имели привилегии как мы с тобой вырасти в окружении попасть в окружение попасть в семью где тебя учили думать своей головой где ты уже к своим там 18 19 годам разобрался кто прав кто виноват научился критически воспринимать то что тебе говорит телевизор научился критически воспринимать что еще тяжелее что тебе говорят твои друзья и значит в день начала войны у тебя уже есть твердое сформированное мнение это круто если это так это здорово и это действительно твоя ответственность если это не так если ты не умеешь пока думать своей головой это действительно твоя ответственность но говорить сразу что ты что ты преступник и что как бы мы с тобой срайт рядом не сядем если если ты значит взял повестку и пошел военкомат но это на мой взгляд абсолютная такая позиция вот я в белом пальто а вы все шваль подзаборная нет это позиция это люди которые которых нельзя лишать субъектности ты сейчас говоришь это дети ну какие дети в 19 лет это ничего не понимающие взрослые тебе просто повезло что ты научился думать а они вообще ни в чем не виноваты так жизнь у них сложилась ты же просто их ну как бы ничего подобного ничего подобного я не говорю что они не виноваты я говорю что говорить что они преступники это слишком сильно это люди которые которые действительно совершили ошибку и они действительно несут за это ответственность но это не значит что они преступники недаром собственно Женевская конвенция, которую ты упомянул, определяет, кто такие военные преступники, это люди, которые совершают преступления в отношении гражданских, а эти мобилизованные, ещё раз повторю, по большей части ни разу не стреляли, вот те, кому мы помогаем, а мы сейчас помогли уже больше, чем 500 людям дезертировать из российской армии, так вот, большая часть из них оружие в руках не держала. А ты говоришь, что вы все преступники. С моей точки зрения это и просто не соответствует действительности, и кроме того, это прагматически неправильно, потому что если ты будешь всем потенциальным дезертиром говорить, вы, конечно, можете дезертировать, но вы всё равно скоты, преступники, ну и как бы гага по вам плачет, то меньшее количество людей просто решится дезертировать. Ты таким образом будешь людей, конечно же, отталкивать от своей светлой идеи, что значит война с Украиной должна быть закончена. Она, конечно, должна быть закончена, но то, что ты говоришь, не приближает этот конец, а отдаляет. На самом деле, я вижу тут поле для дискуссий, кого из них считать преступником. Ещё раз, я всё знаю про Женевскую конвенцию, я сейчас не про неё, да? Но если человек пересёк границу соседнего суверенного государства в форме и с оружием, то он однозначно становится преступником. Если он не успел этого сделать и тем более никого не убивал, то, наверное, да, действительно можно сказать, что ок, быстрее беги отсюда, пока можно. Но если ты уже пересёк границу, ты чем думал? Ну, ты же видел, что знаки на украинском языке начинаются. Ты же знаешь, гражданин, какой страны ты и куда попал в данный момент. Ты же умеешь, наверное, думать. Если ты не научился думать, это тоже твоя ответственность, безусловно. Но ты пытаешься как будто бы эту ответственность немножечко как бы подснять. Я не пытаюсь её подснять, но я пытаюсь показать и тебе, и тем, кто будет нас смотреть, объёмную картинку. Потому что вымазать всё исключительно чёрной и белой краской – это самое простое. Это, собственно, то, что делает пропаганда, и это уж, прости, ровно то же самое, но с обратным знаком делаешь ты. Эти говорят, что эти все герои, ты говоришь, что эти все преступники. А я говорю, что это всё люди. Это разные люди с разной мерой ответственности. Кто-то из них скотина, и я очень надеюсь увидеть эту скотину за решёткой и на скамье подсудимых. А кто-то из этих людей, безусловно, жертва. А кто-то из этих людей очень мужественный человек. Потому что, да, он пересёк эту границу, но пересёк он её не по своей воле. Или он пересёк её по своей воле, но одумался. И, например, как один из людей, которых мы недавно вывезли, начал снимать военные преступления российской армии и сейчас сотрудничает со спецкомиссией, которая расследует военные преступления. И у нас, кстати, больше 10 человек из числа наших дезертиров уже с этой комиссией сотрудничают. Это супермужественные люди. Я вообще считаю, что изменить своё мнение – это огромный гражданский поступок. Особенно, ещё раз повторю, если ты вырос в окружении, где тебе говорят с детства, что Путин молодец, Путин красавчик, а Украина фашисты. И если тебе хватает внутренней смелости посмотреть на свои предыдущие убеждения и понять, что ты был неправ, и начать действовать в соответствии с тем, что ты был неправ, то это огромный гражданский поступок. Вне зависимости от того, успел ты пересечь границу или не успел ты пересечь границу. Для меня Рубикон – это стрелял ты в других людей, в украинцев или не стрелял. И всё равно, даже если человек стрелял в украинцев, мы будем ему помогать, потому что лучше пускай этих стреляющих будет как можно меньше. Антон, Гриша, мне кажется, стартовые позиции полностью понятны. У вас будет возможность задать вопросы друг другу и, может быть, поспорить в форме вопросов во втором раунде. Просто, видите, в подводке я упомянул ещё и протест жён мобилизованных. Можно вас попросить как раз в первом раунде высказать своё отношение к этому протесту? В преступлении, конечно, виноват только в первую очередь сам преступник. Но соучастник преступления тоже должен подвергаться уголовной ответственности по российским законам и по законам всех развитых стран. Так вот, родственники мобилизованных, которые поддерживали его на этом пути, кроме детей несовершеннолетних, они, конечно, все соучастники этого преступления. Если они помогали ему собирать гуманитарную помощь, если они поддерживали, отправляя гуманитарные посылки на фронт, носочки, сушки, спички, так или иначе, помогая ему продолжать воевать, помогая ему убивать других людей и выживать на фронте, они, конечно, являются соучастниками преступлений. Не преступниками, но соучастниками. Поэтому для меня они тоже не могут быть никак союзниками, что ли. И слова о том, не отталкивай жен, мобилизовывай. В смысле не отталкивай? Конечно, я буду их отталкивать, потому что они должны сидеть на скамье подсудимых вслед за самими преступниками, как соучастники преступления. И в разной мере, конечно, в разной, безусловно. Но строить прекрасную Россию будущего с теми, кто отправлял прицелы для убийства мирных жителей, я не готов. Я уважаю полемический задор и профессионализм Антона. Но это все, конечно, передергивание. Потому что я тоже не готов строить прекрасную Россию будущего с людьми, которые собирали деньги на прицелы. Но и строить ее с Антоном я, честно говоря, после сегодняшнего эфира, кажется, не буду готов. Потому что как бы вот это вот сын за отца отвечает. И все родственники, они тоже преступники и соучастники. Но это вообще довольно чудовищно. Вот это передергивание Гриша. Я не сказал, что все. Я не сказал, что те, кто поддерживали его в этом. Когда твой близкий оказывается в тяжелой ситуации, ты в любом случае его поддерживаешь. Иначе это не твой близкий. Конечно, ты ему пишешь письма. Ты ему шлешь какую-то там, если у него нет носков, ты ему, конечно, шлешь носки. Если у тебя, если ты человек, если у тебя эмпатия как бы есть. За это жен мобилизованных называть соучастниками, но это как бы точно не моя позиция. Да, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы жены мобилизованных выступали не за ротацию мобилизованных, а за прекращение войны. Но, опять-таки, это, с моей точки зрения, было бы свинством, если бы я, сидя в безопасности, призывал людей к натуральному героизму. Потому что в современной России выступать публично с антивоенными высказываниями – это, безусловно, героизм. Более того, некоторые жены мобилизованных и на плакатах писали «там нет войне», и в пабликах своих писали «нет войне». То есть, даже у них это прорывается, даже в тех условиях и при тех рисках, которым они подвергаются. В общем, с моей точки зрения, да, я не могу сказать, что эти люди мои союзники, но я не могу сказать, что эти люди мои враги. Я рад тому, что этот протест есть, я рад тому, что люди протестуют против Путина, пусть и не против войны, но против той политики, которую он ведёт в отношении мобилизованных. И действительно, отталкивать этих людей, брать прекрасную Россию будущего только тех, кто сверху донизу в белых одеждах и кто в прошлом не совершал никаких ошибок, ну, какая-то очень маленькая получится прекрасная Россия будущего, и, видимо, не в России она будет. Спасибо. Предлагаю отбиться перед вторым раундом и перейти уже, действительно, ну, к вопросам друг к другу. Друзья, есть ли у вас что спросить друг у друга, а, может быть, опять же, поспорить в форме вопросов? Можно я начну? У меня, в общем, один вопрос, наверное, сформировался для того, чтобы понять до конца позицию Григория. Мы говорили о разном понимании военных преступлений и упоминали Женевскую конвенцию, так вот, если опираться на понимание военного преступления из Женевской конвенции, готовы ли вы помогать людям, которые нарушили даже её, убивали мирных жителей, пытали военно-пленных и так далее? Нет, не готовы. Но помочь им дезертировать ведь тоже ослабит российскую армию, а значит, приблизит конец войны. Да, но, понимаешь, я, собственно, как человек из благотворительности, я хорошо знаю, что ты не можешь в благотворительной работе, а для меня идите лесом, это отчасти благотворительность, а отчасти, конечно, гражданское сопротивление. Я не знаю, в каких пропорциях это намешано. Так вот, в благотворительности ты хорошо знаешь, что, помогая, ты не должен переступать через себя, иначе ты просто как бы выгоришь, развалишься на части и не сможешь долго этим заниматься. А для меня и для моих коллег помощь тем, кто совершал действительно военные преступления, это, конечно, будет насилием над самим собой. Да, это бы ослабило российскую армию, потому что это лишило бы её одного ствола и одного солдата, но это всё-таки too much. Лучше я помогу в это же время нескольким людям, которые не совершали военных преступлений. Правильно я понял, что Женевская конвенция и военные преступления – это и есть та грань, по которой ты определяешь, что это мы помогаем, а этому нет? Или есть ещё какие-то критерии? Нет, в общем-то, это всё, и да, мы не раз за эту позицию получали, я понимаю, когда мы получаем от украинцев, абсолютно, если бы с твоей позиции выступал украинец, у меня было бы ноль вопросов к нему, я бы как бы молчал и кивал. Потому что тоже, я не знаю, хватило бы у меня какой-то внутренней глубины и какого-то запаса эмпатии, если бы, не знаю, китайцы бомбили Васильевский остров, смог бы я говорить, что не все китайцы преступники, а только некоторые. Не знаю, совсем не уверен. Круто, что находятся украинцы, которые говорят, типа, идите лесом, ребята, вы молодцы, мы понимаем, что не все русские, значит, сволочи и всё такое. Потому что тоже, например, заостряя твою позицию, ты же понимаешь, что будут люди, которые скажут, если ты русский и ты в день начала войны не пошёл штурмом на Кремль, то ты преступник. И все твои родственники, соучастники твоего преступления. Вот тебе, пожалуйста, та же самая твоя позиция, только как бы чуть-чуть иначе выбран критерий. Не чуть-чуть, не чуть-чуть. Ну, как бы тебе кажется, что не чуть-чуть, а человеку там, обычно это украинцы, которые нам тоже говорят это, как бы для них вот такой мир, вот такая картинка. В общем, да, для меня вот этот Рубикон – это, конечно, военные преступления. При этом, да, ещё раз повторю, что даже если человек, не дай бог, у нас таких мало, но такие бывают, успел принять участие в боевых действиях, не против гражданских, а против военных. И потом нам пишет, что, чуваки, я не хочу в этом участвовать, я хочу дезертировать. Да, мы будем ему помогать. Более того, мы, собственно, у людей никогда не выясняем, а вы почему хотите дезертировать. Вы хотите дезертировать, потому что вы боитесь, что вас убьют, или вы хотите дезертировать, потому что вы против этой войны и не хотите стрелять. Опять-таки, благотворительная работа научила меня тому, что самое важное – это факт обращения за помощью. Если человек не хочет принимать участие в этой войне, то я готов ему помогать. Ну вот, за исключением военных преступников. Потому что это ослабит путинскую армию, потому что это чуть-чуть приблизит конец войны. Насколько мы с коллегами можем хоть что-то в этом поле сделать, мы сделаем. А залезать человеку в голову и копаться там, и выяснять, ты с 15 лет против Путина или с 17 лет против Путина, и ты сам боишься за свою жизнь, или боишься, что ты отнимешь чужую жизнь. Обычно у людей в голове эти все причины перемешаны. Предполагаешь ли ты вероятность того, что уже после того, как вы человеку помогли, вдруг выяснится, что он обманывал, на самом деле, военные преступления совершал? Да, конечно, и мы с коллегами не раз про это говорили, и наша точка зрения на это такова, что мы не следователи. Мы есть там спецкомиссия ООН по расследованию военных преступлений, есть разные другие комиссии, которые уже занимаются этой чудовищной войной. И это их работа – отделить военных преступников от огромного числа просто военных, которые несут, я с тобой согласен, ответственность, но называть их всех преступниками – это too much. А мы не следователи. У нас ни ресурсов таких нет, ни навыков таких нет, ни возможностей на самом деле таких нет разобраться, кто там доподлинно военный преступник, а кто нет. Нет, если к нам попадёт такая информация, что да, человек в этом участвовал, то, как я уже сказал, мы помогать человеку не будем. Если он сам об этом расскажет, то тоже мы об этом узнаем, понятное дело, и помогать человеку не будем. А в остальном мы не следователи, у нас другая совсем функция, другая работа. Мы делаем так, чтобы эти люди не состояли в путинской армии, делаем путинскую армию слабее, а дальше пусть люди, у которых на это есть ресурсы, квалификация и, собственно, это их профессия, пусть они отделят зёрна от плевел. Спасибо. Гриша, у вас есть вопрос к Антону? Да вроде бы нет пока. Хорошо. Давайте тогда, опять же, перейдём к третьему раунду, в котором вопросы буду задавать я, у меня вопросы есть. Я начну с вопроса как раз Антону. Гриша начал разговор о будущем в особенно трагичной в эти дни формулировке о России, формулировке «прекрасная Россия будущего», но вы как бы обошли эту тему. Так вот, скажите, людей, которые не поддерживали, которые сопротивлялись, у кого в семье никто не ушёл, кто не отправлял посылки на фронт, кто с самого начала выступил против войны, их в России, ну, как будто бы меньшинство. Что делать после войны с этим большинством? Как поступать? Как мириться? Как вы видите эту прекрасную Россию будущего? Да, начну с того, что уверен, что это ложные условия задачи. Не думаю, что те, кто поддерживал войну, большинство. Большинство, может быть, молчало, но тут как раз я с Гришей согласен. И нет никаких у меня претензий к тем, кто молчит, оставаясь в России. Действительно, вариантов высказаться российская власть нам не оставила. Но можно же не поддерживать. Можно же просто молчать. Это точно можно, знаю, по своим близким, друзьям и родственникам. Поэтому тех, кто поддерживает, их как раз абсолютное меньшинство, я в этом убеждён. Что с ними делать? Люстрация. Я за то, чтобы была люстрация. За то, чтобы было расследование, меры участия каждого в принятии решения о начале войск, как в непосредственном вводе войск, в непосредственных боевых действиях, отдельно военные преступления, отдельно ответственность за участие в убийстве украинских военных и так далее. Да, иллюстрация. Без этого, я уверен, мы не сможем пройти тот путь построения прекрасной России, будущего, который рано или поздно, я надеюсь, нам пройти удастся. Да, я просто уточню. Мы говорим не о прямой поддержке активной, не о высказываниях в сети, не о Z-блогерах, но даже просто армия, которая сейчас целиком воюет в Украине, все военные так или иначе связаны с этой войной. И после её окончания, что именно вы предлагаете, Антон? Ну, как бы закрыть действующую армию, уволить, иллюстрировать всех силовиков и откуда дальше набрать новых? Во-первых, в диалоге с Гришей я уже говорил, что есть тут поле для рассуждений и, возможно, даже компромиссов. И нет, не все. Есть же те, кто не пересекал границу и не брал в руки автомат. Но значительную часть, и уж точно всех тех, кто сейчас находится за так называемой ленточкой, да, они должны пройти через процедуру иллюстрации, расследования, меры ответственности каждого. Где-то это будет срок, где-то это будет, может быть, штраф, если просто пересёк границу, но больше ничего не делал. Тут я не возьмусь, это огромная-огромная работа. Возможно ли это? Да, возможно. У нас перед глазами есть подобные примеры. То же самое говорили когда-то про полицию в Грузии. Ну, нельзя же всех уволить? Оказалось, что можно. И Саакашвили сделал ровно это. Он уволил всех до единого полицейских. Не было ни одного сотрудника полиции. А потом набирали абсолютно всех новых. Значит, можно так в маленькой Грузии сделать? Почему в большой России нельзя? Не понимаю. Гриша, у вас была реплика. Ну, я, собственно, готов ответить на тот же самый вопрос. Я во многом с Антоном согласен. И ура, как бы, компромиссам и сходству позиций. Я тоже считаю, что, конечно, расследовать нужно. И смотреть и взвешивать меру ответственности каждого военного действительно нужно. Понятно, что людей, которые принимали участие непосредственно в вводе войск, принимали эти решения, они вообще должны однозначно быть судимы. И я очень надеюсь дожить до этого момента и приближаю этот момент, как могу. Куда сложнее, на мой взгляд, это всё понятно, и тут я согласен. Куда сложнее, на мой взгляд, вопрос, а что делать с теми, кто поддерживал эту войну? Я тоже считаю, что их не так много, и никакого большинства за войну нету. Их меньшинство. Но что делать с теми, кто эту войну поддерживал? Кто, не знаю, писал в своих соцсетях, что Путин красавчик, и что, значит, покроши мукров, и вот это всё говно. Но что делать с ними? Потому что я, например, у меня есть, как и у всех нас, видимо, такие знакомые, оставшиеся в России, и я не готов им жать руку при встрече. Хотя при этом я понимаю, что как бы... Ну, это тоже разные люди, разные истории. Я очень надеюсь, что многие из них после конца войны и после публикации многочисленных свидетельств военных преступлений, публикации не только там в независимых СМИ, как это происходит сейчас, но и на федеральных каналах. Я очень надеюсь, что многие эти люди изменят свою точку зрения. Но это будет огромная, большая, многолетняя работа по просвещению, по... Ну, как, например, в послевоенной Германии людей возили и показывали им концлагеря. И тоже это совсем не в один год и даже не в одно десятилетие поменяло немецкое общество, но это было одним из многих-многих необходимых шагов. И множество таких шагов, конечно, придется предпринимать в России рано или поздно. Это все равно как бы неизбежно совершенно. Да, мой следующий вопрос к вам, Гриша, но если Антону тоже будет что ответить, то, конечно, пожалуйста. А проясните свою позицию в отношении заключенных, которые идут на фронт? Потому что, ну, вот, например, Борис Когорлицкий в свой этот, к сожалению, недолгий период на свободе рассказывал, что, ну, как бы, исходя из его опыта бесед с сокамерниками и другими заключенными, никто не хочет идти на войну, никто не хочет убивать, никто не видит в ней смысла. Но когда человек получает срок, а мы не знаем при этом, справедливый или несправедливый, больше пяти лет, а больше десяти лет уж подавно, а двадцать или больше, ну, уж совсем, он идет от отчаяния, это для него единственная возможность спастись. Можешь говорить там с людьми, и задаешь вопрос, а как вот к СВО относитесь? Да категорически против, я вообще не одобряю, я считаю, что это ужасно и так далее, и так далее. А если срок дадут больше пяти лет, завербуетесь? Да, конечно, завербуюсь, да немедленно завербуюсь. Он, как бы, его шансы выжить, один к десяти, потому что это, как правило, штрафбаты. Но, может быть, он рассчитывает сбежать, может быть, он рассчитывает в том числе и на помощь детелесам. Расскажите, что вы делаете в отношении этих людей, готовы ли вы помогать им? В целом мы всегда смотрим на конкретную ситуацию, какой был срок у человека, какая история и т.д. Но глобально, да, мы готовы помогать таким людям. Другое дело, у нас было несколько обращений таких забавных, когда нам писали люди ещё из колоний, что вот давайте я завербуюсь ЧВК Вагнера, а потом вы поможете мне дезертировать. На что мы отвечали, слушайте, чуваки, мы как бы не занимаемся помощью в побеге из колонии. Это вот, пожалуйста, не к нам. Но при этом действительно у нас очень немного к нам обращалось заключённых, из ЧВК у нас никого не было, а было несколько человек из уже завербованных Минобороны. Ну, ещё раз повторю, разбирали каждый конкретный случай, и некоторым помогали, если, собственно, мы видим, что это, ещё раз повторю, ослабит российскую армию, если человек не хочет стрелять, а велик риск, что без нашего участия ему или придётся стрелять, или его обнулят, как там выражаются, или посадят в яму. А, ну вот, все эти чудесные дисциплинарные меры взыскания, которые сплошь и рядом сейчас применяют в российской армии, тогда, да, мы готовы помогать. Антон, вам есть здесь что добавить, или, может, поспорить с Григорием? Да нет, нет, тут спорить, мне кажется, не о чём. Тогда вопрос следующий именно к вам. Ваш эфир с Марией Андреевой очень широко обсуждался, и, по моим ощущениям, ну, большинство даже антивоенных россиян вас в нём скорее осудили. Скажите, пожалели ли вы о каких-то формулировках, которые использовали, и заставило ли вас общественное мнение, может быть, как-то изменить позицию? Какие вообще ваши впечатления от реакции на этот эфир? Реакции меня удивили. Я не ожидал такого вала хейта в мою сторону из-за того, что просто задавал вопросы. Нет, эти реакции, несмотря на то, что были безумно массовыми и крайне резкими, конечно, не изменили моё мнение. А Мария Андреева, которая после этого дала ещё много-много интервью, лишь укрепила моё мнение в том, что я был прав. Потому что в других интервью она подтвердила, что она поддерживает войну, и что она против прекращения войны только за ротацию. И много-много-много других ещё слов она сказала. Когда развалился Советский Союз, Украина, как трудный подросток, была отпущена в свободное плавание. Этого не должно было быть. И специальная военная операция – это вынужденная мера, это работа над ошибками. Можно было пойти государству навстречу полгодика, ну годик, да, повоевать. Но пусть 99% идут и заключают контракт. И мы не за вторую мобилизацию, сразу говорим. Которые доказали, что никакой она не антивоенный активист. И вообще война её не сильно волнует. Её волнует только собственное благополучие, благополучие своего мужа. И дальше своего носа смотреть она не собирается. Поэтому ответ на ваш вопрос – нет. Не изменило. Гриш, можно я тут перейду на личность и спрошу у вас о ваших впечатлениях об этом эфире. Видели ли вы его и что вы думаете о такой форме и содержании диалога? Ну, я его видел. И я сочувствую Антону по поводу волны хейта. Потому что это действительно тяжело и неприятно. Я как бы и сам сталкивался не раз. Но при этом, да, я считаю, что эти вопросы провокационные. Ну, и, в общем, Мария, будучи в России, будучи из-за этих эфиров публичным лицом, конечно, не в том положении, чтобы выступать с антивоенными речами. Вот Антон говорил о том, что действительно в нынешней России выступать с антивоенными речами пространства нет. Одновременно с этим, Антон, ты говоришь, что она в других интервью не сказала, что она против войны. Ну, не очень понятно, как она. Нет, нет. В других интервью она сказала, что она за войну. И это важно. Можно не говорить, что ты против войны, но и не говорить, что за. Ну, это принято, и это я, безусловно, не поддерживаю, и действительно считаю, что лучше промолчать, чем поддерживать войну. Но и подход, который ты озвучивал вот в том интервью, которое мы обсуждаем, я тоже, ну, как я уже сегодня не раз сказал, не поддерживаю. Действительно, мне кажется, что это вымазывание всех одной краской, ну, как бы, а мир цветной. Так оно не работает. На самом деле вопрос-то простой. Если ты против войны и находишься в России, то лучшее, что ты можешь сейчас сделать, это промолчать. Это правда. Но если ты активно высказываешься за то, что нужно было раньше начинать, то мне сложно заподозрить, что человек просто боится высказаться против войны. Раньше начинать что? В интервью был САТО, Мария Андреева говорила, что да, все правильно делает Путин, только надо было раньше с этой Украиной разобраться. Если мы говорим о том сейчас, да, наша пропаганда говорит о том, что там созрел фашизм, с которым нужно бороться. А чего вы так фашизм не придушили раньше, у меня вот так? Если вы отпустили, то тогда смиритесь. А если вы считаете, что там что-то было, тогда надо было работать идеологически с ними. Ну, хорошо, но конкретная Мария Андреева, мы уже установили, не является для нас с тобой как бы эталоном гражданской сознательности, безусловно. Тут наша оценка совпадает, но это не значит, что все жены мобилизованных – это как бы Мария Андреева, их собирательный образ. Это же не так работает, там разные люди. Я видел людей, и нам, кстати, писали эти жены мобилизованных с антивоенными заявлениями и выступали с этими же антивоенными заявлениями на улицах. Да, их меньшинство, большинство выступало за ротацию, за то, чтобы вернули мужей. Но это и есть то самое молчание относительно за войну или против той войны, которому как бы тоже мы с тобой призываем. Поэтому я уверен, что там как бы среди этих жён огромное количество людей, которые войну не поддерживают. И, кстати, по-моему, и в твоём тоже интервью, возвращаясь к этой несчастной Марии, она там тоже говорила, что вообще-то как бы женщины всегда против насилия и против войны. Да, у меня есть ещё один вопрос Антону, и отчасти он повторяет мой первый вопрос, отчасти повторяет то, что уже говорил Григорий в, по-моему, первом раунде. Но я его просто немножко заострю. Вопрос, опять же, о практической пользе вашей позиции. Все мы хотим, чтобы война закончилась. Для этого нам надо привлечь на антивоенную сторону людей, которые сомневаются, которые пускай сейчас выступают за войну, которые участвовали в мобилизации. Ну, в общем, как бы то, что называется путинский электорат. Не считаете ли вы, что вот с такой радикальной позиции вы, ну, как бы сокращаете шанс увеличения антивоенного движения? Что это просто-напросто, ну, как бы непрактично? Я не считаю антивоенную позицию радикальной. Я не считаю слова о том, что те, кто взял в руки оружие и начал убивать других людей, преступники радикальной позиции. Мне кажется, это единственная возможная человеческая позиция. И я уверен, что нет, за их счет невозможно пополнять ряды антивоенных активистов или хотя бы антивоенно-молчащих людей. Эти люди уже высказались за войну. Причем, что самое страшное, не только словами, но и делами. О каком привлечении их на свою сторону после этого можно говорить? Ну, давайте привлекать тогда и Путина на свою сторону. Речь именно о том, чтобы они изменили свое мнение. Извините. Речь именно о том, чтобы они изменили свое мнение, изменили свою позицию. Но когда вот я представляю себя на их месте, если я слышу вас, ну, как бы мне страшно менять свою позицию, потому что я не понимаю, кто меня поддержит. И вы меня не поддержите, и государство против меня ополчится. Что мне делать? И просто как бы из этого страха я останусь при своем или стану молчать. А так бы, может быть, я перешел на сторону антивоенную. Я абсолютно точно убедился за свою уже долгую достаточно жизнь, что люди не меняются. И если он был упоротым милитаристом, то он уже никогда не станет добрым, пушистым пацифистом. Это невозможно. Ну, почему мы сразу говорим об упоротых милитаристах? Между упоротым милитаристом и радикальным пацифистом есть довольно большое поле для человеческих возможностей, характеров и позиций. Вот с ними-то что делать? Вот когда Гриша говорит, что ошибка Антона в том, что он делит все на черное и белое, я уверен, что это не ошибка. После 24 февраля, мне кажется, все настолько четко разделилось. Нет никакого градиента. Вот есть черное, есть белое. И я абсолютно не согласен с тем, что вот есть градиент. Да нет никакого градиента. Или за войну, или против. Нельзя быть наполовину за войну. Нельзя быть чуть-чуть беременным. Нельзя быть на треть пацифистом. Как вы себе это представляете? Могу ответить. Давай. Очень просто. Мы с тобой вот говорим, что те, кто выступает за войну, меньшинство, и я абсолютно с этим согласен. При этом я вижу, что те, кто против, их тоже не большинство. Их довольно много, и мне кажется, становится больше, но их не большинство, безусловно. А большинство – это люди, которые как бы пытаются от этой войны отгородиться. Они или искренне про неё не думают, и им кажется, что это их не касается, или они как бы забалтывают это в своей голове и стараются в эту сторону не смотреть, потому что я же человек маленький, я же не могу ничего сделать. Это как бы наше государство в последние особенно 20 лет много сделало для того, чтобы посадить людям в голову вот эту мысль, что от тебя ничего не зависит. И она, к сожалению, после 70 лет советской власти, она там отлично приживается у многих в головах, особенно у старшего поколения. Так вот, есть это пассивное большинство, которое, как ты выражаешься, наполовину беременное. Оно как бы… Оно да, оно такое вот амбивалентное, оно ни за и ни против. И я согласен относительно того, что ты не можешь быть, что вот тут действительно нет градиента в вопросе за войну-то или против войны. Его действительно нету, потому что действительно 24 февраля 2022 года ребром поставило этот вопрос. Но этот вопрос относительно конкретно войны, он пока не у всех людях в головах есть этот вопрос. Необходимо как бы с этими людьми разговаривать, и я тут с Максимом совершенно согласен, если ты изначально этим людям будешь говорить, а что же вы не протестовали 24 февраля против войны, а вот война два года уже идёт, что же вы не уехали из России, не пошли штурмом на Кремль, не ушли в свою частную жизнь, когда вот такое вот в стране происходит, то, конечно, вот это уже, на мой взгляд, как бы замазывание чёрной и белой краской там, где как раз есть поле для спектра, есть этот самый градиент. Не нужно слишком категоричной позицией людей отталкивать, тем более, что, на мой-то взгляд, люди меняются, и это очень круто, и слава богу, что жизнь так устроена, что мы все меняемся. Я сам как бы надеюсь ещё меняться и меняться. Потому что мне не нужна в этом месте вера в то, что люди меняются, я просто это вижу как бы в ежедневной работе. Я видел вот, я приводил уже в пример этого парня 20-летнего, который как бы искренне вот с такими совершенно идеалистическими представлениями подписал контракт, потому что вся семья военная, значит, старший брат служит уже, батя в запасе, но, естественно, как бы говорит, давай пора. И только мама там как бы была против к разговору о женщинах. И потом он там оказался, он поговорил с людьми, он поговорил с ранеными, и спустя несколько месяцев к разговору о том, что люди не меняются, это был как бы другой человек, с другой картиной мира в голове. Вот, пожалуйста, если бы мы с тобой этому человеку как бы транслировали, что нет, никто тебе не поможет, ты преступник, ты, значит, переехал за ленточку, и, в принципе, как бы осиновый кол по тебе плачет, то неизвестно, что было бы с этим человеком, не знаю, куда бы он пошёл со своей вот этой новой картиной мира, и вообще сформировалась бы она у него или нет. Удивительно, Гриш, что ты называешь мою позицию радикальной, но настолько радикализируешь её искусственно, перевирая меня, что я смотрю вот так со стороны, блин, кто из нас ещё радикальней? И на самом деле так часто происходит, в том числе, когда активно люди ненавидели меня после интервью с Марией Андреевой, они меня тоже примерно в этом же обвиняли. Призываешь брать виллы, идти на Кремль, призываешь идти на баррикады, это неправда. И ты же сейчас то же самое использовал. Нет, я не призывал никого идти на Кремль. Зачем ты? Подожди, но ты говоришь, что... Нечестная риторика. Это нечестная риторика. Я этого не призывал никогда. Окей. Но ты говоришь, что нельзя быть наполовину беременным, что нельзя быть на треть пацифистом, что ты или за войну, или против войны. Да, если против войны, то дальше у тебя есть развилка. Если ты против войны, то ты можешь действительно уехать. Если ты против войны, можно выйти с пикетом, а можно молчать. Ну, и люди не меняются, довольно важная ваша идея. Да, ну, у тебя... Окей, вычеркни правилы, принимается, прошу прощения, но все остальное как бы... Все остальное стил стенс. Сейчас люди меняются, пассивное большинство у тебя, которые ни за и ни против войны, и мы не знаем. Может быть, они молча за, может быть... Вот именно, что мы не знаем. Почему ты считаешь, что они... Ну, мы не знаем. Но ты про это пассивное большинство, про которое мы не знаем, ты их тоже хочешь загнать туда, на черную сторону. А я говорю, что нет. Нет, это неправда. Ну, это неправда, Гриш. Но это неправда. Если люди молчат и не поддерживают войну, это не значит, что я автоматически их двигаю на черную сторону, поддерживающих войну. Нет. Это один из допустимых для меня паттернов поведения. Супер. Тогда у нас нет точек для дискуссии в этом месте. Ура. А по поводу того, что люди не меняются, вот, еще раз повторю, меняются. Вот тебе один из многих примеров. Я мог бы тут их перечислять натурально часами, потому что, вот, там, на сегодняшний день 23 тысячи человек с лишним через нашу команду прошло. Вот. И, ну, как бы, там много людей, которые изменили свою точку зрения за эти два года. Только вы начали соглашаться, я предприму еще одну последнюю попытку столкнуть вас друг с другом. Я спросил у Гриши, что он думает по поводу конкретного эфира, конкретного Антона. Антон, а вы-то что думаете о деятельности «Идите лесом»? Вам кажется, что такого рода помощь мобилизованным, призывникам, в общем, людям на фронте, она неправильная, она безнравственная? Ну, это очень простой вопрос. И те, кто смотрит, например, наши эфиры точно знают, как мы относимся к проекту «Идите леса». Мы относимся к нему прекрасно. Регулярно зовем спикеров от «Идите леса», поддерживаем, рекламируем, регулярно, ну, был у меня опыт отправки ссылки на бот «Идите лесом» тем, кто ушел служить, к сожалению. Я поддерживаю работу проекта «Идите леса» и всего того, что делает Гриша. Но, возможно, знаете в чем нюанс? Истинные причины, по которым я и Гриша поддерживаем вызволения бойцов с фронта разные. Я не знаю, что двигает Гришей в первую очередь. Понятно, что там может быть комплекс причин. Может быть, помощь Украине, чтобы поменьше стала российская армия в своей численности. А может быть, помощь этим людям, чтобы они выжили и не погибли на фронте. А может быть, еще какие-то третьи причины. Я поддерживаю в первую очередь из-за того, что это однозначно может помочь скорейшей победе ВСУ. Это однозначно может ослабить российскую армию. 500 человек по сравнению с несколькими сотнями тысяч кажется немного. Но, вообще-то, это несколько род, которые выведены сейчас с поля боя вместе со своими штыками, автоматами и гранатами. Поэтому, да, я поддерживаю. Но, возможно, не по тем же причинам, по которым Гриша этим занимается. Спасибо, что поддерживаешь. Как бы человек сложно устроен. И я как человек тоже сложно устроен. Я не знаю, на самом деле, что во мне... Ну, то есть, это действительно мешанина из причин. Я, конечно, очень хочу, чтобы Украина победила. И хочу приблизить момент, когда война закончится. И хочу ослабить российскую армию. И при этом я, ну, как мне хочется верить, я, конечно, гуманист. Я много лет благотворительности. А вся благотворительность – это про внимание к отдельному человеку. Интересно, что в этом месте благотворительность как бы вступает в бой с любой авторитарной властью. Потому что любая авторитарная власть – это про величие государства, а совершенно не про отдельных людей. Недаром летом 21-го года Лукашенко всю почти благотворительность в Беларуси запретил. Так вот, как гуманист я, конечно, стараюсь видеть людей там, где Антон видит только преступников. И, конечно, я считаю, что я обязан давать себе труд разобраться в каждой конкретной истории. Кто преступник, кто потерянный человек, который, безусловно, несёт ответственность за свою потерянность, но он никакой не преступник, а в этот момент ему нужна помощь, ну и так далее. Поэтому у меня как бы, и как я сказал, для меня это с одной стороны благотворительность, вот эта история гуманистическая, а с другой стороны, это, конечно, гражданское сопротивление, мой какой-то бой с путинской вертикалью и с этой поганой войной. Гриша, а можно сразу на уточнение вопроса? Ты регулярно делаешь ремарку о том, что, несмотря на то, что ты их не считаешь преступниками, уверен, что ответственность на них, а в чём эта ответственность должна выразиться, по-твоему? Как эта ответственность должна реализовываться, ответственность за участие в войне? Ну, я очень надеюсь, что эта ответственность будет реализована в рамках общественного порицания. Это, вообще-то, довольно мощный инструмент. Пальчиком просто погрозить. Ну, большинству нужно будет с экранов телевизоров и в школьных учебниках и так далее, рассказать, что они принимали участие в преступной войне. А что, ты планируешь как бы посадить их всех? Нигде это так не работало. Даже солдат вермахта как бы никто не сажал. Сажали гестаповцев и сажали тех солдат вермахта, которые принимали участие в военных преступлениях. Я думаю, что для большинства из них это общественное порицание, и мы все социальные животные. Для нас, вообще-то, общественное порицание – это минзелот. Ты как человек, который только что с хейтом столкнулся, я уверен, лучше многих понимаешь, насколько это неприятно, когда большое количество людей тебя осуждает. Точно так же понимаю, что это никак не повлияло на мою позицию и точку зрения. Поэтому это, кажется, не работает. Ну, штраф в этом смысле, да и даже тюремное заключение тоже совсем ничего не гарантирует. Собственно, ничего не гарантирует изменение точки зрения. Но просвещение, общественное порицание, и просвещение не один раз, не один раз, конечно, сказать с телеэкранов, что война была преступной, а говорить об этом год за годом, а кого-то действительно люстрировать. То есть, тут надо будет в каждом конкретном случае, как ты совершенно справедливо говорил, определять меру ответственности конкретных людей и в зависимости от их меры ответственности подвергать их тому или иному уровню астракизма. Спасибо. Давайте ротировать. Гриш, скажите вы на прощание первым, а потом Антон завершит. Ну, моя позиция не поменялась. Я рад, что мы нашли на самом деле много точек пересечения, и сам формат, как мне кажется, заставляет заострять. Ну, Антон, как мне кажется, в целом любит заострять. Но при этом, как бы, если немножко эту остроту нивелировать, то оказывается, что позиции наши ближе, чем кажется. И, ну, как-то я опять-таки, видимо, в силу моего гуманизма и оптимизма хочу верить, что категоричность Антона немножко смягчится. А при этом, как бы, ну, часть этой категоричности я поддерживаю, как я уже сказал. Я-то считаю, что именно из-за слишком большой любви к компромиссам мы оказались там, где оказались. Слишком долго мы выбирали компромисс вместо категоричности, слишком долго мы махали рукой, мол, ладно, смиримся, проживем, затянем по ту же пояса, потерпим еще 24 года Путина и так далее. Вот, мне кажется, компромиссы нас и добили. Тем не менее, я очень люблю Гришу и восхищаюсь его гуманизмом. Это же тоже нужно огромную силу иметь, внутреннюю какую-то силу, наверное, для того, чтобы и не озлобиться, и пытаться видеть в мудаках человеков и пытаться отделять зерна от плевел, фильтровать их там между собой, выискивая в каждом из них что-нибудь хорошее и человечное. В этом смысле я, конечно, Грише восхищаюсь. Только мне очень жаль, что Гриша не возьмет меня с собой в прекрасную Россию будущую. Слушай, это в сердцах было сказано, как бы никто не знает, кто из нас там кого возьмет и куда, вот. Но, кажется, в одну сторону шагаем. Спасибо большое. Спасибо, Гриша. Спасибо, Антон. Спасибо, что нашли время. Еще раз призываю наших зрителей заходить в соцсети холода и голосовать за ту позицию, которая вам ближе, а может быть, за того героя, который вам ближе. Тут уж выбирайте сами. Можете прокомментировать. Увидимся в следующий вторник. Напоминаю, каждую неделю на YouTube-канале «Холода» второй сезон шоу «Ненавижу тебя» с вопросительным знаком, как мы все время подчеркиваем. Это не утверждение. До свидания. Я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя. Кто. До свидания.